Здравия желаю уважаемые подписчики и гости канала. Продолжаем опыты подготовка к зиме. Вот эта труба переделана из бачка. Сегодня я в неё установил 4 лампы керамика по 100 ватт. Ручкой отрегулировал на циме. Вот он цим. Постоянного тока 4 кВт. Вот этой ручкой отрегулировал на нулевое потребление. Как видите, потребление 0. красная черта стоит уже более часто. Какая температура прогрева лампы? Давайте посмотрим. Правда у меня сейчас стал заедать этот градусник. 158 градусов. То есть вполне нормально. 4 лампы по 158 градусов. В трубу, значит, идёт естественная конвенция. Лампы каждая на 100 вольт и 100 ватт. Расход, ребята, нулевой. Отрегулировал. Вот 4, видите. 4 штуки. Отрегулировал это, повторяю, на... Применил только сын. Релье Амрон в этот раз не понадобился. Так как у ламп большая тепловая инерция. Шим, значит, получает он переменный ток, а выдаёт постоянно. Для регулировки вы крутите ручку шима и наблюдаете за счётчиком. А теперь я покажу вам схему. Итак, схема системы. Бачок на подставке. Так, здесь патрон раз, два, три, четыре. То есть повышается, видите, повышается высота расположения, чтобы... Четыре патрона. Чтобы всё проходило вверх. И на нём лампочки, вот, кружочек. Одна лампочка. Вторая. Третья. И четвёртая. Четыре лампочки. Соединённые, ребята. Методом умножения. Умно. От слова умножить. Умножить. Расход тока ноль. Вверх идёт сто пятьдесят семь. Меньше, но зато объём выше, видите. Четыре поля. Четыре поля нагревается. За счёт большего объёма. Объём выше. Прогрев меньше, чем в той схеме. Там пятьсот был. Но объём выше. Четыре лампочки. А там две было. Объём прогреваемого поля выше. Вот они соединённые, вот так, методом умножения. И вот так выходит. Вот так выходит, ребята. Применяем шим. Квадратный шим. Китайского производства. Четыре киловатта. Киловатта. Напряжение 210 вольт постоянного тока у него. От нуля до 210 вольт постоянного тока. Благодаря вот ручке, мы применяем ручку, мы настраиваем на нулевое потребление. То есть, сеть 0 ватт. Почему? Потому что ток, который поступает с лампочкой, выравнивается с током, который поступает с шима. Мы, значит, на шиме снимаем, снижаем частоту и даём возможность вот этому току вернуться. То есть, он не... Шим для чего? Чтобы не беспрерывно работало, а чтобы разделить токи. Значит, расход 0 ватт. То есть, КПД... Когда расход 0, ребята, КПД бесконечно. Ибо КПД вычисляется делением полезной работы на затрачиваемую. А тут у нас полезное тепло 157 градусов, а затрачено 0 ватт. Благодарю вас за внимание. Я думаю, этот прибор послужит кому-то для обогрева зимой. Всем здоровья железного и удачи в труде и оборудии. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!